До появления антикоррупционного суда один шаг. Нардепы сегодня приняли законопроект, который предусматривает создание нового органа. Всё прошло на удивление быстро, но хочется надеяться, что законодатели действительно изучили документ. Что изменит этот закон в правовом поле Украины? Подробнее в материале. И с кадром не разобраться и к антикоррупционному суду приблизиться. Планы у депутатов сегодня были грандиозные, но с утра стало понятно, назначать главу Нацбанка не будут. По Национальному банку продолжаются консультации. Анонсируют только принятие законопроекта об антикоррупционном суде в первом чтении. Пока депутаты доезжают по заснеженным дорогам, спикер, как может, тянет время. Первым делом вопрос информационной политики. А когда видят, что в зале есть люди, главный законопроект предлагают рассматривать по сокращенной процедуре. Мы втратим голос за годину разгаду. Не делай дурниц, нам нужно суд. Сокращенная процедура – это по 2 минуты на выступление и обсуждение замглавы администрации президента просит дополнительные 30 секунд, чтобы хотя бы тезисно изложить суть документа. Депутатам тоже приходится ужимать свои выступления, не скрывая негодования относительно спешки в рассмотрении. Дуже вивка проблема, что мы не обговорюем, а что такое антикоррупционный суд. На жаль, я думаю, что тут не так много людей, которые вообще понимают, за что они сейчас будут голосовать. Что это за суд, с чего он складывается и почему такая борьба за этот суд. Кто будет судею антикоррупционного суду, какие квалификационные требования для него будут ставиться. И кто его будет призначать, а после этого – освободить. Те, в який способ рассматриваются законопроекты про антикоррупционный суд, демонстрирует в всей стране, что это имитация борьбы с коррупцией, а не реальная борьба с коррупцией. Едина возможность подолать коррупцию – подвищение доходов украинцев, подолание бедности, развитие национальной экономики и создание рабочих мест для людей. Главное, что требуют нардепы – это учесть требования Венецианской комиссии. В коалиции успокаивают. К второму чтению сюда пишут. Я закликаю всех объединиться и поддерживать президентский законопроект про создание антикоррупционного суду. До второго чтения, перед достаточно подтверждением, обязательно нужно, чтобы суд концентровался только на дела про топ-коррупцию. И обязательно нужно, чтобы при подборке судов было право в это у наших международных партнеров. Нам нужно допустить наших международных экспертов и наших международных доноров до участия в Громадской Раде, чтобы они принимали участие в обговорении будущих кандидатов. Нам нужно снять квалификационные требования для будущих судов, а именно 5 лет в стаж, потому что сейчас общество не доверяет судам полностью. Эмоции в зале Бурриле уже через несколько минут, когда закон набрал голоса. Ну а до кадровых вопросов так и не дошли. Мы предполагали, чтобы сегодня был рассмотр, но они кулуарно что-то домовилися и не принесли сегодня на звольнение Гонтареву, потому что все идет за колесами. Ничего не решается ни на погоджевальных радах, ни в зале парламенту, все решается в теньювый способ за колесами. Гонтареву держат как разминную монету в других кадровых назначениях. Мы понимаем, что Национальный банк не может быть без руководителя, но на заседании фракции мы встречались с паном Смолієм, задавали ему вопросы. Не на все вопросы мы получили задовольные ответы, мы не слышали настоящего плана развития. Торги идут между двумя фракциями – БПП и Народный фронт. За посаду, кроме руководителя Национального банка, за посаду его заступников. Мы не будем поддерживать кандидатуру нового керевника Национального банка, потому что, во-первых, он не просил зустойчивость фракции, и мы не видели его вообще, и не слышали его программу. А второе вопрос – мы находимся в оппозиции, жесткие до влады. Мы не имеем механизмов контроля за керевником Национального банка, который будет призначен. И не хотим ответить за действия, которые, возможно, приведут к падению национальной валюты. В коалиции не скрывают, они до сих пор ищут компромиссы. Не будет рассматриваться, что несколько депутатов и депутатских групп в коалиции считают, что нам нужно рассматривать все организационные кадры и вопросы, которые накопичились, и для этого выделить отдельно один день. В итоге кадровые вопросы перекочевали на следующую пленарную неделю. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Владимир Дедов. Подробности – телеканал Интер.